Вахта памяти Первыми ее учениками были дети фронтовиков Мы с детьми в деревнях прикреплялись звездочки к домам, где жили ветераны войны И потом мысль такая, что как их поздравить в этот праздник И мы с ребятами, тогда были пионеры, с горным барабаном, шли по деревне Это отрядный флажок был, шли по деревне, останавливались около дома и горнели После того, как во всех деревнях сельского поселения Развилковской установили памятники павшим воинам Стала традицией собираться за несколько дней до 9 мая и проводить возле каждого из них вахту памяти Сегодня по традиции мы начинаем с Ощерина, деревни Здесь собирается очень много народу, сюда приходят еще наши детские сады Сегодня приняли участие два детских садика, это Золотая рыбка и Сказка Дети очень чувствительно относятся к этим мероприятиям И, конечно, когда из уст детей слышат стихи о войне, это очень трогательно Также в митинге памяти приняли участие ученики Развилковской школы Они поименно называли всех жителей деревни Ощерина, ушедших на войну Отец Риммы Винокурова, Семен Иванович Топов, отправился на фронт в первые дни Великой Отечественной И попал на поля сражений под Смоленском Через месяца три пришла не похоронка, а известие о том, что пропал без вести И все, кто ушли, вернулось только пять человек после войны А все они полегли под Смоленском В эти праздничные, но в то же время грустные дни мы вспоминаем тех людей, кто ковал для нас победу Хочется сказать одно, это спасибо тем людям, которые отдали не только свою жизнь, а то свое здоровье Свою, как говорится, ну все, что у них было, тогда никто не спрашивал Все люди шли практически на фронт, и назад дороги не было Для жительницы деревни Картино Валентины Митрофановны Латохиной День Победы один из главных дней в жизни На деревенском мемориальном монументе высечены сразу несколько имен ее родственников Валентина Митрофановна до сих пор помнит 22 июня 41 года Передавали по радио, граждане, слушайте, военная тревога В общем, начинается война, вот, это нам передали А потом кончилась, кончилась война Все рады были, все, кто плясал, кто плакал, кто чего Вот, очень было тяжело Юноши и девушки отмечали, что только взрослее они стали осознавать, что 9 мая не просто праздник, а особенный день для каждого жителя нашей страны Я считаю, что такие мероприятия, как вахта памяти, они нужны, так как люди от мала до велика, они должны знать об этих событиях и знать своих героев Вахта памяти прошла по всем семи деревням сельского поселения Развилковская Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ